Всем привет! Сегодня четвертое. Начинаем перебирать заначки. И вот попался интересный материал. Вновь поднимем тему копий. Россия молодая, 3 рубля. Набиваем руку, набиваем взгляд, пользуемся весами. Но напоминаю, сразу весы нам не помогут. Поэтому все коллеги, которые рекомендуют пользоваться весами, не льстите себя надеждой. Весы вам не помощник. В данных роликах мы покажем, как эти монеты только вас запутают. Весы надо полагаться чисто на опыт и брать такие монеты только у проверенных коллекционеров или же в магазинах, которые отвечают за свой товар. И также отличительные признаки копий, с которыми весьма легко можно показать наглядно мы продемонстрируем в данном ролике. Но пока давайте потренируем зрение, взгляд. Пожалуйста, отмечайте для себя, где оригинал, где копия. Для себя пометки делайте. И потом, думаю, вы будете в течение ролика тут же менять свое постепенно мнение, как в одну, так и в другую сторону. Причем, может быть, неоднократно. Вот такой маленький тест. Сейчас будет интересный. Проведем, где вы видите оригиналы, где копии. Пишите эту монетку довольно-таки распространенную. Из капсулы не вынимал. Другие же. Оставил в фолдерах. Есть несколько отличительных признаков для копии. Ну что ж, начнем с чего? Давайте с этой монеты. Сталинградская битва. Первое мнение какое? Кто будет что подделывать? Вес 3 рубля. Кто знает? И стоит ли полагаться в данном случае на интернет? Это будет тоже весьма такое интересное для вас открытие. По интонации в голосе вы, наверное, понимаете, да, что не стоит полагаться на знание интернета. Тоже это можете сейчас поставить на паузу и узнать, сколько 3 рубля Российской Федерации. Вес данной монеты. Причем Банк России, да, мог бы взять во внимание. Так, кладем на весы. Весы откалиброваны нормально. То есть понаблюдаем за весом. Вес даже чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше. Запоминаем, да. Кладем. Так, какую монетку выберите? Ну, давайте сразу скажу. Подлинник, да? Сколько весит подлинник? СССР 3 рубля. Норма, кстати. Кто там в интернете, посмотрите, какая соответствует или нет. Всего-навсего, да, Армения. Уже показывает ниже нормы, да. Самое главное, обращайте внимание на гурт. То есть, определились, да? В данном ролике мы покажем, что вес вам не помощник. Но, тем не менее, отличительный. Вот вес бросаем. Смотрите. Два разгрома будет сейчас представлены. Вот вес близкий к оригиналу. И возьмем вторую монетку, разгром. Бросаем на весы. Посмотрите, какой вес. Поменяли свое мнение в ролике? А теперь скажите, при помощи весов вы взвесили две монеты. Какая является более подлинной? Эта монета слева или справа? Какая четче, какая вам по душе? Оборотную сторону, извольте. СССР. Еще раз бросаем на весы. То есть, видите, очень маленький вес. Практически на один грамм отличается, да? И бросаем вторую монетку. То есть, весьма близок по показателям стандарта. Три рубля СССР. Что? Надо смотреть. Весы или гурт, или знания. Вторую подсказку даем. Если у вас есть хороший альбомчик, вот такой, куда монеты плотненько входят, как вы видите, оп, оригиналы. А копии будут тоже весьма, бывают разные. Видите? Очень. Ну, не будем смотреть сразу. Правдим глаза. Гурт. В первую очередь. Значит, самое слабое место, это гурт на фальшивых монетах. Весы, четкость, все настолько грамотно сделано, что любой, кто не имеет достаточно средств купить оригинал, может просто ошибиться и класть себе в альбом копии монет. Причем, они будут идти в капсулах весьма хорошего качества. По весу же они будут очень близки. Порой даже еще лучше, чем оригиналы. Вот. Точно такой же вес будет на оригинале. Вот. Как вы понимаете, копия. Где у нас? И посмотрите под цвет. Видите? Ну, слегка патиной покрылся. Даже еще лучше, чем оригинал. Оригинал патиной покрылся. Посмотрите, какая благородная, шикарная патина. На оригинале. Ну и копия, скажем так, достойна похвалы. Итак, смотрим на оригинале. Гурт. Монеты. То есть надпись очень достаточно проблематично выдавить оборотная сторона. Четкость все-таки более, конечно, монетного двора. Смотрите, при увеличении пятикратным. то есть часы показывают идут. Старинные часы еще идут. На копии же трудно в перчатках работать. При пятикратном увеличении, как мы видим, циферблат не такой четкий. Не такой четкий в данном случае. Посмотрим. Здесь тоже видно время. Ну, именно сама четкость. Давайте обратим внимание еще на звездочку. гурт. Но, опять же, это самое простое. Это гурт. И диаметр чуть-чуть будет меньше. Именно диаметр. и, видите, буковки вдавлены. Вот такие вот. Так что весы порой не спасут, а спасут именно знания, опыт. Поэтому брать сейчас через интернет данные достаточно дорогие монеты. Шикарные, конечно, очень опасно. Порой даже бывшие хозяева не знали. Кто-то, может быть, подменил им. Кто-то уже и не собирает. Но есть шанс оконфузиться. Также в холдерах всегда смотрите гурт. Если увидите ребрышки, то бегите, бросайте, не покупайте. Ну, надеюсь, теперь вы будете более опытными вместе с каналом Игорь Павлович. Всем удачных приобретений, находок, накоплений. Всем пока. и